Только что Зази Злата смотрела новины ТСН, и когда она увидела крокодилю, она сделала так, ням-ням. Костовала крокодилющее мясо? Я скажу тебе больше, я была на этой самой ферме, откуда сбежали крокодилы. Там их просто, ребята, там их живут миллионы разных мостей, пород, возрастов, размеров. И крокодиле мясо очень вкусное. Я бы его ела вместо вообще всего мяса. Оце заява. Уже поздно, уже там никого нет. Злата Огневич поїхала не співати, а за крокодилами полювати. А, кстати, что я напоминаю крокодиловое мясо? Чем-то напоминает куриное мясо, но вкус более, именно сам спектр вкусу, скажем, интереснее. Вот так вот, аромат, запах. Ну что, сейчас мы с вами запитание от нашего спонсора торговельной марки Якоб Смунар. Вот, Злато, ты на Крим Мьюзик Фест співала свою Дезозуля, але украинскую. Если у нас режиссеры зараз могут показать видео, покажите его, будь ласка. Там ты співала украинскую Дезозуля и представляла балет 4-14. Это балет Фридом, спасибо им большое за прекрасную постановку. Очень интересно. Нас слышат. Так, да так. И я хочу сказать, если бы на Евровидении можно было особо больше увезти человека, то я бы с удовольствием выступила бы с балетом Фридом, потому что от них такая энергетика исходит. Вот, до чего я веду. А Леш, ты на национальном выборке на Евробачение співала Дезозуля англійськую. И если это видео мы можем увидеть, то сейчас его покажут. Спивала англійськую. Складная там была сценография. Велетенские крила, вот посмотрите. Яки развертались над тобою. Чому такую постановку ты не зробила в Крыму? Ну, ты знаешь, дело в том, что два раза в одну реку не войдешь. И я считаю, что надо двигаться дальше, развиваться, экспериментировать. Поэтому очень интересно было попробовать поработать с балетом Фридом. И они сделали действительно классную постановку. На самом деле задумка была вот в этих крыльях в том, что они на самом деле покрашены краской специальной, которая светится под светом. Но этого света не было в нужном количестве во время съемки. Поэтому эффект немножко потерялся. А так они должны были светиться разноцветными такими вот полосками. Это было очень интересно. К сожалению, не сожилось. А вот же песня, яка справді розчувалася Фіра Тару, Адажо Альбиони, яку ты заспевала на Крым Мюзик Фест. Ця пісня перемогла. И эту песню, кстати, спевала Фінанкул 1 плюс 1. Я тебе скажу честно, я тоже плакал. Спасибо большое. Давайте подбачим, как это было на Крым Мюзик Фест Злата Огневич. Не было балета, только ты, микрофон и сцена. И такий эффект. Ну, есть музыка, которая не нуждается в декорациях, костюмах, в балете. Есть такая музыка, которая идет из глубины души. И Адажо именно та песня. Мне очень нравится эта песня. Она резонирует с моим внутренним миром. Я вообще очень счастлива, что есть такая музыка в наше время. Я могу назвать ее неоклассикой, потому что это Даня Альбинони, композитора, который творил в 15 веке. И моя оперная вставка в этой песне – это тоже дань 15 веку классической музыки. Спасибо Богу за талантливых людей, за то, что он нам посылает музыку настоящую, которая заставляет биться сердца, вызывает слезы у зрителей. Я скажу, что самая большая награда для меня, конечно же, это были...